2017 год близок к завершению. Уже традиционно политики говорят, что и он был непростым. Страну трясло от политических скандалов, было много геополитики, а граждане? Граждане массово во всех серьезных соцопросах заявили, что страна движется в неправильном направлении. Более 75% молдаван заявили, что живут за чертой бедности. И эта цифра выросла. Впрочем, правящая коалиция придерживается другого мнения. Ее лидер Влад Плохотнюк убежден, что, цитирую, правительство и экономика растут, проводятся реальные реформы. Так что же происходит со страной на самом деле? Как всегда, будем разбираться принципиально. Ведь вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Вельченкова. Здравствуйте. И помогать мне подводить итоги года сегодня будут мои гости. Это депутат парламента, исполнительный секретарь партии социалистов Республики Молдова Влад Батрынча. Добрый вечер. Здравствуйте. И политолог Корнелий Учуря. И вам здравствуйте. Здравствуйте. Итак, итоги 2017 года. Знаете, в начале этого года премьер-министр заявил, вот я сейчас цитирую, что 2017 год станет годом роста и инвестиций. Так и сказал. Год прошел. Мне интересно ваше мнение. Оказался ли премьер-министр Павел Филипп прав и сбылся ли его прогноз? Господин Чуря. Ну, нужно обращаться в первую очередь к цифрам, к статистике. Хотя, конечно, нужно признать, что они не полностью освещают то, что происходит в стране. Но, тем не менее, это главный индикатор. Рост, говорят, будет около 4%, а инвестиции в первом семестре этого года выросли на 23%, составили около 40 с чем-то миллионов евро. Ну, цифры по второму полугодию будут где-то в начале весной-марте 2018 года. Но я думаю, они будут тоже повыше, потому что, хотя Дед Деман ушел, там кое-что пришел, Кауфланд и другие инвесторы. То есть, определенный рост есть, его сложно отрицать. Но, конечно, этот рост пока что недостаточен для того, чтобы произвести какое-то такое критическое улучшение, в смысле, хорошего улучшения уровня жизни. Тем не менее, нужно исходить из того, что тенденции положительные. А уж как нужно сохранить эту тенденцию роста и в дальнейшем, в 2018, говорят, будет опять порядка 4%. Ну, вот оппоненты говорят, что о каком росте мы вообще можем говорить, когда и бюджет, да и вся экономика в целом чрезвычайно зависим от кредитов, от внешних кредитов. И если этих кредитов не будет, вот сама власть признается, да, вот у нас катастрофа, что делать не знаем. Вот на этом фоне. На этом фоне в этом году все-таки было мало помощи со стороны Запада. И, в принципе, правительство показало, что можно выживать благодаря чему? Благодаря, в первую очередь, увеличению поступлений от таможни и от налоговой системы. То есть, не от производства, а именно, да, а именно вот этот вот груз, он лег на плечи, в принципе, гражданам. Ну, нельзя так сказать. Я думаю, что корректнее будет сказать, что все, многие, все это будет чересчур, но многие нелегальные схемы, которые раньше были возможны до 2015 года, 2016 года. Сейчас, касательно таможни и налоговой системы, сейчас они уже невозможны. Хотя, я думаю, и там есть еще резервы, недаром правительство сейчас едет на таможню и там проверяет. Мне это кажется чрезмерным. Но все-таки вот налоговая система и таможенная система дала ту прибавку. Это исходя из поступлений в страну импортных операций. Ну и, конечно, схемы по заработной плате частично были устранены. То есть, вот эти моменты дают рост. Я поняла. Господин Батронич, с самого начала, увидели ли вы рост? Ну, я тоже бы хотел обратиться к цифрам. Вот, за последние два года внешние долги Республики Молдова, правительство Филиппа увеличились на 30%, а внутренние долги правительства увеличились на 40%. Что такое внешние займы? Мы понимаем, что такое внутренние долги. Это те ценные бумаги, которые выпустило правительство, выпустило на рынок и заставило банки купить. Соответственно, внутренние и внешние долги сегодня выросли. Мы находимся сегодня на уровне критической точки, то есть тех финансовых обязательств, которые могут быть у Республики Молдова. И мы видим, что, если говорить об экономическом росте, реальный экономический рост, он чем может быть обеспечен? Он может быть обеспечен в производстве продукта с высокой добавленной стоимостью. То есть мы что-то запустили, привезли какие-то технологии, мы на этом зарабатываем деньги. Когда мы на дебатах с властью, пытаемся их либо, когда были представители Министерства финансов в парламенте, я им задавал вопросы, говорю, а скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, вы говорите об экономическом росте, вы можете сказать откуда, за счет чего? Они говорят, ну, расширение фискальной налоговой базы. Я говорю, ну, хорошо, объясните, пожалуйста, за счет чего? То есть были экономические агенты, которые не платили, сейчас платят. В итоге единственное, что смогли ответить, поступили новые плательщики, рестораны и артисты. Вот это то, что я услышал от Министерства финансов. Когда мы спрашиваем депутатов, ну, аргументируйте, в чем ваш экономический рост. Единственный их аргумент, который они приводят, тоже, что сказал господин Чурья, это то, что начали меньше воровать на таможне. То есть больше фискальной дисциплины на таможне. Но, опять же, таможня не является олицетворением экономического роста. Это лишь говорит о том, что тот импорт, который приходит в страну, просто с него честно уплачиваются налоги, налоги бюджет страны. И поэтому это нельзя назвать экономическим ростом. Если говорить об экономическом росте, я хочу привести цитату Владимира Головачука. Я думаю, что это один из умнейших экономистов в этой стране, который в парламенте сказал, что экономика, она не расширяется, она сужается. Почему она сужается? Потому что первый год был, 2017, в котором количество предприятий закрываемых выше, чем количество новых предприятий. Это говорит о том, что бизнес и экономические агенты, они закрываются, они уходят из страны. И поэтому на этом фоне нормально, что люди не почувствовали реального экономического роста. Потому что, опять же, если взять за период этой власти 8 лет, цены в среднем выросли в 3-4 раза. Коммунальные услуги, тарифы, медикаменты, продукты питания, алкоголь, табак. Соответственно, люди чувствуют, что покупательная способность тех денег, которые они получают в форме зарплаты, в форме доходов, пенсии и так далее, покупательная способность этих денег, она падает. Соответственно, ну, конечно, люди, 75% людей, вот как вы отметили в начале передачи, согласно опросов, относятся к категории бедных людей, то есть, которые не могут себе позволить минимальные вещи. Поэтому понятно отношение людей к этой власти. То, что вот из всего того дискурса, который есть сегодня у власти, мы вот пытаемся понять, и мы не находим ни одного аргумента, который бы они привели в пользу того, что улучшается экономика, экономические показатели, и, соответственно, за счет доходов в бюджет новых у людей растет уровень жизни. Поэтому ситуация становится тяжелой. Вот посредством, чего стоит одна цена на газ. Республика Молдова покупает газ по 175 долларов за 1000 кубов, а продает потребителям за 380 долларов, то есть в два раза дороже. Люди переплачивают в два раза тарифы. Соответственно, люди и ощущают высокие цены, люди ощущают, что государство ничего не делает для того, чтобы увеличить их доходы. Поэтому все это фикция. И вот для меня массаж этого правительства в конце года это такое оптимистичное, это еще одно подтверждение того, что они живут просто в другой параллельной реальности, они очень далеки от реальных условий жизни людей. Господин Чуря, вот есть много критериев, по которым мы можем судить, да, вот какой, насколько успешно... Да, кстати, они противоположны очень часто. Эти критерии входят в противоречие одним с другим. Хорошо, вот такой критерий, который предлагает рассматривать Влад, это уровень благосостояния наших граждан. Вот смотрите, даже если оставить в стороне БОМ, который власть не признала, вот не признала, на моей памяти впервые такое было, чтобы какой-то опрос, категорически демократы его не хотят признавать. Но есть другие опросы. И даже они показывают, что число людей, которые считают себя бедными, именно бедными, оно растет. Вот как быть с этим всем? Ну, это тоже другой подход. Естественно, опросы опять-таки не являются полностью убедительными, потому что, ну, это мнение... Я думаю, опрос и масс показался бы убедительным. Может быть, очень... А я тоже не хочу об этом опросе говорить. Я хочу сказать, что и богатые люди могут себя чувствовать недовольными, поэтому, насколько он точно измеряет уровень жизни, это сложно сказать. А если посмотреть по числу, вот сравнить с предыдущими годами, сколько людей считают себя бедными, сколько считают сейчас? Ну, кстати, тоже был очень высокий. Начиная с 2013-2014 года люди недовольны. Я не думаю, что сейчас критические отметки. На 10% по сравнению с апрелем выросло число таких людей. Да, но по сравнению с другими годами я не измерял, но было за 80% число недовольствия. 83-85%. Мы сейчас говорим о разных показателях. Мы говорим о числе людей, которые говорят, что мы движемся в неправильном направлении, и о количестве людей, которые считают себя за чертой бедности. А вы говорили про за чертой бедности. Ну да, я использовал... Это разные вещи, да. Ну, я не помню цифры вот по этому индикатору, о котором вы говорите. Но, конечно, на действительность можно смотреть с разных колоколин. Я, в принципе, соглашусь, что не произошло какая-то резкое увеличение экономической базы. Не пришли какие-то стратегические инвесторы, которые бы могли это все увеличить. То есть рост, он происходит, так называемый рост с точки зрения оппозиции, он происходит за счет лучшей дисциплины фискальной и таможенной сбора, таможенных сборов. И, возможно, за счет определенной оптимизации, которая имеет тоже не всегда положительные последствия. Вот реформы, предложенные в публичной администрации, реформы в образовании, они очень часто оптимизируют ситуацию, сохраняют определенные деньги в одном кармане, но забирают деньги из другого кармана. То есть все это в процессе. И я думаю, что сейчас давать точную оценку того, насколько успешны эти реформы, которые были инициированы, или насколько устойчивым экономический рост будет в следующем году. Вот вы видите, были даны оценки на 4%, а сейчас МВФ, насколько я понимаю, сделает перерасчеты и думает на полпроцента меньше. То есть эти цифры варьируют, но я думаю, что если касаться жизненного уровня людей, вами предложенного индикатора, то очень важно будет, что произойдет в 2018 году, какие так называемые подарки власть будет делать людям. Например, была предложена программа по строительству дорог в каждом населенном пункте. Я думаю, вот такие изменения, они могут быть более четко ощущены людьми. Тем более и президент... Ну год предвыборный, год предвыборный. Вот это единственная польза от выборов. Знаете, люди говорят, ну хоть что-то там... Но все-таки иметь в каждом селе по одной новой дороге, это ощутимо. Если они только будут построены. Я бы еще хотел вот одну цифру очень конкретную. Если мы говорим о уровне экономического роста в стране, то есть очень важный параметр, который называется инвестиции. Вот в 2017 году мы можем говорить о инвестициях, прямых инвестициях в экономику Молдовы на уровне 100-120 миллионов евро. Я приведу пример 2008-2009 год. А, 800? 850 миллионов евро. Ну пока что. И о чем это говорит? Инвестор, когда приходит в страну? Политическая стабильность, юридическая стабильность, гарантии. А самое главное, налогово-привлекательная политика для инвесторов. Не может власть говорить об инвестициях и о том, что придут инвесторы в Молдову, пока не будет предложен пакет налоговый, стимулирующий для этих инвесторов. И в итоге, если мы сравниваем с периодом, что было 8-9 лет назад, уровень инвестиций упал в 5-6 раз. Это первая цифра, которая говорит о том, что Молдова сегодня не привлекательна для инвесторов и нет доверия. И вторая цифра, 3 миллиарда 200 миллионов евро. Это те деньги, которые официально Республика Молдова получила в виде займов, в виде кредитов от международных партнеров, в первую очередь, конечно, европейских. Но это за длительный период? За 8 лет. За 8 лет. Я говорю, вот период, вот сравниваю 2009 год и 2017 год, потому что для меня вот этот Дом-2, вот эти коалиции, которые происходили, по сути, это одни и те же актеры, потому что мы видим даже Шулянка сейчас возвращает Габурича в правительство Танаси и так далее. Соответственно, 8 лет находились во власти вот эти политики, они просто себя периодически переименовывали, ребрендинги определенные делали. Но как бы то ни было, если сравнить с периодом 2009 года, это падение в 5-6 раз уровня инвестиций и это рост кредитов, кредитов, займов на 3 миллиарда 200 миллионов долларов. За 3 миллиарда 200 миллионов долларов, чтобы вы понимали, можно построить 3200 километров автобана по немецкой технологии. Соответственно, можно было просто заасфальтировать всю Республику Молдова. Вопрос в том, что уже это признают и сегодня и демократы, что, конечно, деньги расхищались, просто демократы пытаются переложить сейчас часть ответственности на партнеров по коалициям. Но в итоге мы имеем падение уровня инвестиций, рост цен, и мы, безусловно, имеем рост внешних долгов. И все-таки я обязательно еще раз повторю одну вещь, потому что я ее буду повторять всегда. За счет чего произошли эти катастрофические вещи? Безусловно, за счет воровства из банковской системы, которые в первую очередь ударили по покупательной способности лея. В первую очередь они обесценили национальную валюту, потому что доллар и евро выросли в два раза. За счет чего? Потому что украли деньги в леях, вывезли их за границу в евро и в долларах, поэтому вырос евро-доллар, упал лей. И, соответственно, люди обеднели. И я не видел, вот я готов к любым дебатам с представителями власти, с демократами, с депутатами из большинства. И я вот нахожусь в ожидании хотя бы одного параметра экономики, по которому, чтобы они нас убедили, вот что выросли инвестиции, что начали отдавать внешние долги. С 2001 по 2009 год 7 лет в Республике Молдова не было МВФ. Не брали, не брали никакие кредиты и при этом выплачивали внешние долги. За эти 8 лет, мало того, что не выплатили ни одного внешнего долга, но внешние долги увеличили в 4 раза. Все-таки нужно признать, что уровень задолженности Молдовы не является критичным. Я не помню, порядка... 77 миллиардов долларов. Нет, но я имею в процентном отношении, там есть определенный... Если критичный, мы бы уже говорили об опасности дефлота. Нет, нет, 83% ВВП. В 2009 году за 8 лет увеличились... То, что увеличилось, я не спорю, но... Уменьшили за 8 лет 70 с лишним до 14%, а за последние 8 лет увеличились с 14% до 83% от ВВП. Хорошо. Что это был за год с точки зрения политики? Вот о чем говорят эксперты? Что это был год беспрецедентной борьбы, значит, не просто власти и оппозиции, но еще и ветвей власти. Страна не помнит, чтобы у нас когда-либо были такие плохие отношения между правительством, парламентом правящей коалиции и президентом. То есть мы весь год наблюдали, как между собой эти институты власти воюют. Вот задам, возможно, неожиданный вопрос. Ну, хорошо, а вот эта война, какую-то пользу стране она принесла? Знаете, говорят иногда, что вскоре рождается истина, может быть, как-то, я не знаю, хоть что-то полезное можно найти в этом во всем. И кто и чего вот в этой борьбе добился? Господин Чурик. Ну, во-первых, я бы не сказал, что это война беспрецедентная между ВВП и власти. Для Молдовы, да, я настаиваю. У нас такого еще, в принципе, не было, чтобы отстраняли президента на 15 минут. Ну, да, но это все было сделано в рамках конституционности. То есть борьба, она проходит в рамках каких-то контролируемых правил. Тут нету, скажем так, войны не на жизнь, а на смерть. Вы серьезно считаете, что это борьба, есть здесь правила? Конечно. То есть вот решение конституционного суда, это правило. То есть то, что позволяют заменить президента, это правило. Это правило, которое придумали только в Молдове. Да, которое придумали только в Молдове. Президент не согласен, но вы понимаете, что он, в принципе, соглашается с этим. Раз, политически соглашается, раз, это все происходит и процесс идет. То есть, да, конечно, недовольны социалисты, конечно же, президент очень недоволен, они выражают это недовольство. Но все происходит, я об этом говорил, в рамках определенных правил, из которых не выходят ни социалисты, ни парламентское большинство. Поэтому говорить о том, что война не имеет каких-то рамок и она как-то мешает, я бы так сказал, другим процессам, я бы этого не утверждал. Любопытно, господин Батронич, ваша точка зрения мне здесь интересна. Ну, у меня точка зрения... То есть получается, вот я особенно прошу прокомментировать, что президент, получается, его устраивает. Нет, я не говорил о том, что он его не устраивает, но он играет в рамках, которые сейчас существуют, в легальных рамках. У меня точка зрения другая по одной простой причине, потому что нет тех правил, о которых господин Чури только сказал. По той простой причине, что нынешняя власть за последние 8 лет, что демонстрировала, правила меняются во время игры. И если вы вспомните, в момент, когда президент был избран подавляющим количеством голосов, в этот момент за 2 недели изменили законодательство, урезали полномочия и так далее. И потом обратились, неоднократно обращались в консонный суд, который выходил за рамки конституционных норм и выходил за рамки текста конституции. Потому что тогда, когда обращаются в консонный суд, что говорит международная конституционная юрисдикция, практика? Консонный суд интерпретирует конституцию в части тех вещей, по которым конституция четко не дает ответы. Они помогают реализации интерпретации конституционных норм. Наш конституционный суд, вообще просто мировая практика, наверное, содрогнулась. Они выносили те решения, которые выходят за рамки конституционной юрисдикции раз. Они выносили те решения, которые изменяли сам текст конституции. То, что просто является грубейшим нарушением конституционных норм. И, безусловно, что конституционный суд в данном случае лишь стал карманным органом для власти сегодняшней. Они принимали решения сугубо в сроки и сугубо в выгодные власти. И поэтому у нас сегодня есть большая беда. Потому что сегодня нет никакого доверия ни со стороны граждан, ни со стороны международных правовых партнеров Молдовы по отношению к конституционному суду. Потому что мы общались и с представителями правовых структур Европейского Союза, и Совета Европы, и Венецианской комиссии. Конечно, те решения, которые принимал наш конституционный суд, они выходят за рамки добра и зла. Правила менялись во время игры. И их решения, я повторюсь, они выходили за поле текста конституции. Их последнее решение, это вообще, вот если почитать то, что у них написано на первой странице этого решения, это они сформулировали следующим образом, что интерпретации конституционного суда приравниваются к тексту конституции. Но это вообще просто какой-то ноу-хау, это для любого студента второго курса юридического факультета, это просто примитивно. Потому что не могут интерпретации конституции быть приравнены по статусу к тексту конституции. Поэтому, безусловно, власть боролась весь этот год непосредственно с Игорем Дадоном. Понятно почему, потому что это единственный представитель власти, президент с рейтингом около 60%, с поддержкой партии с рейтингом более 50%. Поэтому вся агитмашина власти боролась непосредственно с Игорем Дадоном. И все государственные структуры фактически обслуживали эту борьбу. Конечно, отвечая на ваш вопрос, Людмила, от этого пострадали граждане, потому что граждане чувствовали себя каждый раз, когда принимались решения против президента, граждане чувствовали себя очень уязвленными. Нам люди задавали ежедневно эти вопросы практически во всех территориях, где мы бываем. Говорят, да что же это такое, как так, почему мы избрали президента, а его обрезают во всех полномочиях. И вот самая большая беда в том, что правила меняли во время игры. Понимаю. Будет реплика? Нет, я только... Как? Реплика будет в том плане, что было сказано о позиции европейских структур. Да, они не всегда поддерживают те изменения юридические, которые происходят в Молдове. Но, например, по урезанию прерогатив президента они не высказались. А идею о референдуме, которая была предложена президентом, они не поддержали. Я имею в виду решение, рекомендации Венецианской комиссии. Поэтому позиция западных структур, она не столь однозначна. И они тоже... Я бы тоже так сказал, как господин Батрынча критикует Конституционный суд. Я бы также определил бы и позицию европейских структур и западных. Она тоже избирательна. И в этом правило игры, если хотите. Да, есть нормы, они интерпретируются. И это задача структур юридических. Но они интерпретируются чаще всего в зависимости от интересов сильной стороны. Я не буду скрывать, что большинство решений, которые принимал Конституционный суд, скорее всего, выгоден власти, а не оппозиции. Но, извините меня, была бы очень странная ситуация, если бы решения Конституционного суда были в основном в пользу оппозиции, а не власти. Я такой ситуации не знаю. Я не знаю, что не на зло делалось это все. Почему Конституционному суду, да, вот эта священная корова, почему их невозможно привлечь к ответственности? Почему они над схваткой? Потому что тем самым им государство, Конституция дают возможность принимать любые решения, которые будут в рамках Конституции для защиты правового строя. И именно для этого у них подобный иммунитет и существует. Не для того, чтобы пользоваться в узких целях, а для того, чтобы защищать законность. Я хочу буквально очень коротко два примера привести, чтобы было понятно, что сделал наш Конституционный суд. Вот в Конституции написано черным по белому, что президент имеет право инициировать консультативный референдум с гражданами. Все. Вот Конституция это написано. Вам нечего здесь интерпретировать, вам нечего высказываться. Вы интерпретируете то, на что Конституция не дает ответа. Нет, они принимают вот такое вот решение, что вот президент не может инициировать референдум, тем самым они меняют Конституцию, сам текст. И второй пример, тоже очень лаконично. Это президент по предложению премьер-министра, да, вот он может назначить, либо не назначить министров. Так, нигде в Конституции не сказано о том, что в случае, если президент отказывается, в этом случае его имеет право спикер парламента или премьер-министр заменить на пять минут. И вот эту норму вы не найдете ни во Франции, которая является родиной Конституции, родиной правового государства, ни в Германии. Ну, нигде нет этой нормы, потому что юристы этим занимались. Именно поэтому мы и зарегистрировали в парламенте инициативу законодательную, которая позволяет привлекать к ответственности судей Конституционного суда. Потому что мы ощутились в политической реальности, когда в любой момент Конституционный суд может принять решение, подменяющее и заменяющее Конституции, фактически аннулирующую определенные Конституционные нормы. Вот, наверное, буду наставить на своей формулировке, что беспрецедентно для Болдовы была такая борьба. И еще как один из итогов этой борьбы то, что, смотрите, у нас ухудшаются отношения со странами, со страной, которая никогда считалась нашим стратегическим партнером. Теперь эти слова вслух власть даже не произносит. Да, но то, что отношения сильно ухудшились, уже начали признавать даже демократы. Вот скажите мне, пожалуйста, чего добилась такой политикой правящая коалиция? Вот их погладили по головке, им сказали, молодцы. Если да, то кто? Ну, не от хорошей жизни испортились отношения с Россией, и нельзя говорить, что не беспочвенно это произошло. Конечно же, у власти есть определенные резоны портить отношения с Россией, потому что, ну, во-первых, скажем так, Россия имеет свою политику по отношению к Приднестровью. Во-вторых, она не столь дружелюбна по отношению к властям. А третья, самая главная, она поддерживает президента Дадона. Может быть, это и есть, все-таки не третья, а первая. Нет, я думаю, все три фактора, третий включая, я его хотел сказать. То есть, вот эти три фактора, конечно же, ведут к тому, чтобы отношения испортились. И, ну, как вам сказать, это... Ну, от чего добились, был вопрос. Вот кто похвалил за это? Ну, все-таки, даже несмотря на эту ситуацию, определенный рост коммерческих операций с Россией произошел. Конечно, это не благодаря властям, но вы попросили мне рассказать, что плохого произошло. Но мы видим, что есть и хорошие элементы в отношениях с Россией, несмотря на политику властей. А то, что дипломатические отношения испортились с Россией, мы даже в конце года отозвали на консультации посла. Но это политическая игра и прессинг, насколько можем. И мы пытаемся давить на Москву. Хотя, конечно, это... Господин Чур, а вот такой простой, дурацкий вопрос. Зачем? Потому что, как было сказано в последней статье господина Плакатнюка, кстати, мы гордый народ. Поняла. Господин Батрынч, а для того, чтобы быть и показать всем, какие мы гордые, нам необходимо вот так вести себя в отношении России. Давайте все же такие без эмоций, а давайте разбирать причину и следствие. Ну, почему же? Господин Чур, я это так сказал. Мне вроде без эмоций. Без эмоций это сказал, да. У любого события есть причина и следствие. В ноябре месяце Европейский парламент рассматривал вопрос финансирования Республики Молдова. Были очень жесткие дискуссии. Порядка 24 выступления депутатов Европарламента, которые говорили о мимировании реформ Молдови, о кражах, о коррупции и о правовом беспределе в стране. И после этого Европейский парламент принял решение приостановить проезд. После этого вот этот знаменательный визит Плохотнюка в Соединенные Штаты Америки, по возвращении из которого выдворяют российских дипломатов и запускается проект закона антироссийской пропаганды. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В том числе и возврат посланий Гуцца в Молдову. Что последовало после этого? Американцы давят на европейские структуры. И европейские структуры, не объясняя ничего, не аннулируя резолюцию Европарламента, не принимая никаких других решений о том, что они пересмотрели, вдруг увидели, какие же все-таки серьезные реформы в Молдове. Как тут борются с коррупцией? Они открывают финансирование. Соответственно, очень просто. За неимением собственной экономики, которая сужается, единственное, чем торгует сегодняшняя власть, это русофобия. Потому что русофобия это сегодня проект, за который американцы платят очень хорошие деньги по всему миру. Это Конгресс США официально принял бюджет, очень хороший бюджет, сотни миллионов долларов. И господин Плохотнюк вошел в эту тему. И, соответственно, Республика Молдова сегодня является лишь заложником геополитических игрищ между США и Российской Федерацией. И задача просто американцев через Плохотнюка показать, что в Молдове вот как они рулят. Они могут здесь и российское телевидение запретить, на которых господин Плохотнюк, кстати, тоже неплохо заработал с господином Канду за эти годы. И поэтому здесь сугубая геополитика. То есть правящая коалиция добилась похвалы со стороны? Да, в Соединенных Штатах. То есть не только похвалы, было сказано и финансирование, и внимания. Ну, кредитование. Но я еще раз скажу, мы против кредитования изначально, потому что деньги, которые приходят в Молдову, они должны нести строго дестинацию из печала. Есть такое понятие. То есть они должны иметь четкое направление, эти деньги. Это не должны быть займы, которые уходят в погашение других займов или обслуживают тех экспертов, которые работают от них. И от этих денег народ ничего не выиграл. А народ фактически отдали, как аборигенов, заложники этих геополитических игр. И им безразлично абсолютно, что из более миллиона граждан большая часть, она находится в России, они высылают домой ежегодно более миллиарда долларов. Им безразлично, что остатки сельского хозяйства, которые есть, производство, виноделие и так далее. То, что для нас традиционно, там великолепный рынок, для которого мы подходим, технологии которого там приветствуются и так далее. Это еще какой-то миллиард. Им безразлично, что мы получаем газ самый дешевый в регионе, а это сказывается на тарифах и так далее. Мы просто договорились с американцами, пришли сюда, запретили. И, конечно, апофеоза политически, это уже мало того, что запретили все, что можно в этой стране, так еще и запретили людям смотреть телевидение. Запретили людям информироваться так, как они хотят. И показали вообще некое варварское отношение к свободе, к демократии и так далее. Но это все лишь попытка выслужиться. И плевали они на опросы, плевали они на то, что большинство людей в этих опросах показало, что они смотрят российские телевидения. Почему-то власть решила, что люди их не любят, и у них такой высокий антирейтинг и такой низкий рейтинг, потому что они смотрят российские телевидения. И назвали это пропагандой. С другой стороны, практически из каждого утюга, наверное, власть говорила о своих больших успехах, успехах на Ниве евроинтеграции. Господин Чуря, вы увидели этот успех? Ну, чтобы сказать, что они говорили о больших успехах, я бы этого не заметил. Ну как вы не заметили? Они бесконечно говорили, как мы многого достигли, как мы реформировали все, да, все по европейским стандартам. В принципе, 2017 год ознаменовал попытку правительства улучшить и большинство улучшить отношения с Евросоюзом ввиду тех сложностей, которые появились. И в связи с миллиардом, и в связи с тем, что определенные права и силы, в первую очередь, либерал-демократическая партия вышла из строя. И так как основная поддержка Евросоюза, она идет по линии Европейской народной партии, то, естественно, энтузиазм по отношению к Молдове как бы иссякал. И власть пыталась, и у нее была двойная проблема, она должна была улучшить отношения с Евросоюзом на фоне все-таки ухудшения. И в то же время поддержать то население и как-то убедить то проевропейское население, что в принципе дела идут не столь плохо. И мы вернемся на проевропейский вектор развития, который был объявлен. То есть задача была довольно-таки сложная. Естественно, она должна была говорить об успехах. И эти успехи, в принципе, пришли в конце года, в первую очередь, неплохой саммит восточного партнерства. Ну и возобновление финансирования. Пришли первые деньги, которые были не кредиты. Это была как бы помощь, суппорт бюджета, то есть бюджетная поддержка для тех четырех программ развития, которые были выполнены частично. Поэтому говорить о больших успехах я не собираюсь. Их нет. Но то, что мы остались на европейском векторе развития, то, что эти отношения с Евросоюзом не испорчены окончательно, а наоборот, они улучшаются после периода похолодания. Это бесспорно. И есть шанс в следующем году еще больше улучшить эти отношения. Конечно же, левым силам это невыгодно. Поэтому они критикуют. И опять, их критика, с моей точки зрения, не вполне корректна. Они говорят, что на Молдову никогда не станет членом Евросоюза. Возможно, они и правы. Но это пока что не эта сама цель нынешнего правительства. Стать или не стать членом Евросоюза. Вы сейчас противоречите правительству. Почему же премьер назначал и дату, когда мы подаем заявку. И вот у меня на эфирах люди... Я помню. Почему? В 2018 год мы подаем заявку, господин Чурев. Вы забыли просто это. Нет. Лупу говорил в 2019 году. Нет, о 2018 году. Но это даже... Я вспомнил про унири в 2018 году. Ну то и про что. Я об унири думаю меньше. Я думаю, что с таким мы должны уважать собственных граждан, которые умеют читать и на английском языке, и умеют искать как минимум в интернете и первоисточнике. Все европейские комиссары по расширению, все ответственные лица в рамках Евросоюза говорили о том, что ни о каком расширении Европейского Союза не идет речи. И поэтому говорить о том, что это левые партии в Молдове так рассуждают, это некорректно как минимум. Нет, так вы как раз все понимаете. Европейский суд, Союз уже неоднократно говорил, что они расширяться не будут, не станет Молдова членом Евросоюза. А господин Филипп выходит и говорит, что мы подаем заявку на вступление в Евросоюз. Подожди, тебе говорят, что они не собираются никого принимать, а ты собираешься подать заявку. Но это мне напоминает Филата, который тоже в свое время обещал каждый год, особенно в выборный год, что вот мы подаем заявку на вступление, и Филат называл и 2014, и 2015 год, что вот мы станем членом. Нет, нет, если надо быть более точным, в 2014 году у нас реально появился маленький шанс подать заявку. Это было очень серьезно, просто там не сошлись концы концами. А сейчас шансы, конечно, подавать заявку нет. Понимаете, в чем проблема, на мой взгляд. Но это не означает, если у нас нет шансов подавать заявку, это не означает, что мы должны прервать наши отношения в рамках соглашения об ассоциации. Нет, никто не говорит. Господин Чур, знаете, в чем вся проблема? Проблема в том, что вот так, как вы сейчас говорите, вот мне кажется, что власть должна честно сказать народу. Дорогие наши избиратели, мы сейчас пойдем на предвыборную кампанию и будем вам говорить, что мы за евроинтеграцию. Но мы понимаем, что мы не станем членами ЕС. Поймите, это и вы. Вот то, что мы сейчас будем делать, мы будем приближаться к стандартам ЕС. Но ведь никто так не говорит. А так и неправильно, потому что мысль о том, что мы станем когда-то членами ЕС, нас не покидает. То есть, как цель, эта цель остается. Просто она передвигается. И было бы обманом говорить людям, что мы станем в 2020 или в 2025. Мы не знаем, когда у Молдовы появится шанс стать членами Евросоюза. Но мы к этому идем. Поэтому цель остается. И в то же время, вот левым силам их тоже можно упрекнуть, потому что они говорят, что нас не интересует ЕС, Евразийский экономический союз. Мы хотим, чтобы Молдова была Молдовой, независимой. Но мы-то понимаем, что если они придут в власти, то их реальное намерение будет забыть про Евросоюз и повернуть стрелки. Да нет. Я насколько слышу в последнее время выступления президента, наоборот, никто не говорит забыть о ЕС. Вот так же, как Филипп. Президент говорит так же, как Филипп. У меня создается впечатление... Нет, мне кажется, что они говорят абсолютно разные вещи. Они говорят разные вещи. У меня создается впечатление, что мы находимся в дискуссии перед выборами парламентской 2014 года еще. Потому что вся та же риторика. Официальная позиция... А в это время миллиард крали. Официальная позиция, политическая позиция Европейского Союза, что расширяться и принимать новых членов, они не будут. А молдавские власти спекулируют на том, что Молдова станет членом Евросоюза и мы подадим туда заявку. Соответственно, вам говорят, что они не собираются расширяться. А обещали в 2014 году заявку и вступление. И Филат, и ГИМПу обещал. ГИМПу ходил на встречи с избирателями и говорил, что мы подаем заявку на вступление в Евросоюз. И мы в течение следующего мандата парламента обязательно войдем в Евросоюз. Что ГИМПу? Либерал-демократы придумали программу 2020. Помните? Вы должны помнить эту программу. Я очень немедленно ее прочла. И 2018 год это год подачи заявок. Что делать Молдове в этой ситуации, в ситуации, когда никто нас в Европейский Союз не будет принимать? Молдове надо дружить и с Западом, и с Востоком. И любая попытка склонить чашу весов в одну сторону приводит к расколу, во-первых, общества, а во-вторых, к той дестабилизации экономической, которая сегодня есть. Не признавать интересов сегодня в Российской Федерации. Говорить о выходе из СНГ. Запрещать нарушать права национальных меньшинств. Не давать людям смотреть телевидение. Ограничивать людей в их правах. Этот путь не ведет нас на Запад. Этот путь ведет нас в никуда. И возможно, это и есть сценарий. Потому что если вы внимательно проследите за месседжами некоторых апологетов руманизма, а более взвешенных, более глубоких, тех, кто анализирует. Ведь у них задача в чем? Обанкротить молдавскую экономику. Атрибуты власти нашей. Продемонстрировать полную неспособность управления этой страной. И привести нас к состоянию, когда мы не будем отвечать по своим финансовым, в первую очередь, и политическим обязательствам. И тогда возникнет вопрос. А что же делать с этой страной? Куда ее, кому ее дать под протекторат, чтобы в этой стране аборигенам платили пенсии? И поэтому, к сожалению, вот эти перекосы, они к этому и ведут. О Молдове, кстати, у Плохотнюк-демократа у нас одну идею в свое время переняли. Потому что они плагиатом периодически пользуются. Мы говорили о том, что Молдова, и об этом говорил Игорь Николаевич Додон и на встрече с Путиным, Молдова может стать хорошим мостом между Западом и Востоком. Образцом того, как Запад и Восток могут дружить взаимовыгодно. И в данном случае происходит очевидное отклонение от этой нормы. Потому что и Плохотнюк после этого, я читал где-то там его интервью о том, что Республика Молдова может стать мостиком. Он еще повторил слово мостик. Это было давно. Сегодня я прочла его интервью зарубежному изданию. Как раз он говорит, попросил поддержки в борьбе с Россией. Идея моста не выдерживает. А поддержка почему? Еще раз вернусь. То, что Конгресс Соединенных Штатов Америки выделил огромные средства из американского бюджета на борьбу с российской пропагандой. И после этого Плохотнюк просит помощи. А какой он просит помощи? Не лопата же он просит, он просит финансовой помощи. У нас очень мало времени. Хочу задать еще один вопрос, если можно кратко ответить на него. Вот этот год, это ведь, как и любой, наверное, политический год, это год построения политических карьер. С вашей точки зрения, кто преуспел в этом, а кто потерял свое политическое лицо? Если можно, коротко. Ну, надо говорить осторожно, потому что птицы Феникс могут воспрянуть из пепла. Поэтому нельзя говорить окончательно о каком-то завершении чьей-либо карьеры. Мне кажется, что демократы удержались, и их политические карьеры, я имею в виду лидеров этих партий, как показывают даже опросы, они держатся на определенном уровне. Скажем, стабильно, низким? Ну, уже не низкие, там рейтинги меняются, но средние, скажем так. Я бы не сказала, что это средние. Если взять рейтинг премьера господина Плохотнюка и господина Канду, там больше 4% в самых оптимистичных вариантов, в принципе, нет. Ну, опять, Плохотнюк, опять, есть Додон, который лидер, есть Филипп и Санду, которые находятся на второй и третьей позиции, и есть Настас и Плохотнюк, которые находятся в другой, в третьей лиге, скажем так. Вот примерно так. Плюс еще Канду со своим рейтингом, и Дарин Киртуака там сохраняет. Поэтому рейтинги сейчас как бы не показывают о том, кто завершит и кто продолжит свою политическую карьеру. Это покажут выборы. Но даже про господина Усатова нельзя сказать, что он закончил свое земное политическое существование в республике Молдова. Спасибо. Осторожный прогноз. Господин Батрынчев. Ну, я думаю, говорить о росте рейтинга, когда у тебя не 4%, а 6%. После того, когда ты контролируешь правительство, юстицию, местную администрацию, финансовые потоки, западные кредиты, у них должен был быть рейтинг при всех этих ресурсах хотя бы 30-40%. Они выросли с 4% до 6-7%, и у них большая от этого радость. Но никогда у них не будет рейтинга, пока они не ответят за все те беззакония, которые происходили. Пока людям не вернут украденные деньги, которые сделали частью публичного долга. Украденные миллиарды. Пока людям не ответят, кто украл аэропорт. Пока людям не ответят, кто приватизирует предприятие. Банкротит сейчас железную дорогу. Банкротит сейчас Тутунчетычет, Кишиневский табачный комбинат. Приватизировали Бельский коньячный винзавод и так далее. То есть государства фактически лишают его экономической базы, его инфраструктуры, стратегических предприятий и так далее. Пока людям не дадут ответы на все эти вопросы. Пока людям не восстановят более-менее вменяемые условия жизни в этой стране. И в том числе нормальные тарифы, они завышены в 2 и в 2 с лишним раза. Пока люди не почувствуют реальной поддержки, а не просто каких-то красивых декларов по телевидению, никогда у власти высокого рейтинга не будет. А сегодня мы имеем то, что имеем, низкий рейтинг власти. И безусловно, большая часть населения поддерживает оппозицию. Партия социалистов, даже в условиях, когда это главная мишень власти, бьют сегодня по ней все абсолютно. Сохраняет рейтинг 50%, президент сохраняет 55%. Даже в этих жестких условиях. Я уверен, что следующий год будет решающим. Это будет год, в который люди будут уже вершить судьбоносный выбор. Потому что еще 4 года государство так не выдержит. И люди должны просто проголосовать правильно, проголосовать рационально, не верить больше лозунгам, не верить обещаниям, что Молдова станет частью Европейского Союза, а пенсии, зарплаты будут 250 и 500 евро. Люди должны стать рациональны. Я хочу пожелать людям голосовать в будущем году рационально. Я благодарю вас. Но мы еще официально не избирательная кампания. Хотя согласна с вами, знаете, в чем? Что как никогда рано началась фактическая предвыборная кампания. Это уже чувствуется очень рано, на мой взгляд. Если вы заметили вопросы, вот 90 людей вопросы хочет досрочных парламентских выборов. Уже их нет смысла. Уже, да. Насчет смысла не знаю. Вот насчет сроков, которые поджимают, вот есть такой момент. Это правда. Если бы меня еще тоже спросили, что это был за год, то я бы своим большим разочарованием, наверное, назвала бы, что мы, на мой взгляд, несмотря на все эти отчеты Кролла, ну практически, вот как-то ощутимо не продвинулись в деле, значит, поиска пропавшего того самого миллиарда. Не знаю уж, как это можно объяснять, но мне кажется, что мы к этой теме будем еще возвращаться. Благодарю вас за то, что вы пришли. Это была последняя программа в этом году. Спасибо. За то, что помогли мне подводить итоги этого, безусловно, очень сложного, но очень интересного года. Спасибо вам большое. Ну а я благодарю, конечно же, и вас, наши дорогие телезрители, за то, что вы смотрели наши программы, за то, что вы нам писали, звонили, высказывали свое мнение. Я поздравляю вас с Новым годом. Пусть он будет для вас легким и удачным. Пусть в ваших семьях будет мир и достаток. Будьте, пожалуйста, счастливыми, и тогда счастливой будет вся наша страна. С Новым годом, Молдова!